Всем привет! Мы вернулись. Мы опять здесь. Мы в Киеве и мы выдвигаемся в путь снова и дорога нас ждет. Да, и сзади нас прекраснейший небос ресторан, который находится на Майдане. Raw Vegan Restaurant. Мы только что там попушали, поужинали и будем двигать на автобус. Сарежский лагерь недалеко от Алушты и мы оставимся именно там. Видите, очень холодно сейчас. Резко похолодало. Вчера было плюс 33, а сегодня прошел дождь и температура резко уменьшилась. Интересно, какой будет наш путь в Крым. Меня бесит. Короче, мы вот так отбьемся. И чемоданами и нас просмехивают в стороны. И я постоянно вылетаю с кадров. Надо нам широкоугольный объектив купить. На всякий случай, когда Ангелина вылетит с кадров. Ну все, прощай Киев, прощай Майдан. Прощай Украина тоже, потому что это. А, и Украина тоже, да. Мы же уже в Россию едем. Я, кстати, в России никогда не была. Вот мой первый раз в России. Только тут лучше не кричать, особенно на Майдане, о том, что мы едем в Крым. А, ну да, точно. Мы уже в маршрутке. Скоро будем выезжать. Да. И я так хочу спать. Сейчас только 7 вечера, но мне кажется, что сейчас будем пройти. Сейчас мы идем на поиски лагеря нашего, но что-то как-то его не видно. Мы идем, идем, идем. Фух, мы добрались наконец до этого лагеря. Нам еще нужно было идти вверх. Такой небольшой, конечно, склон, метров 100, но очень крутой. Мы это сделали. Ребята как раз арбузы разгружали. Такие, а ну, девчонки, давайте по арбузу и пошли. И мы такие, слушайте, мы тут прошли только 6 километров. В общем, поставили палатку и вот пришли на море. Смотрите, какой там пляжик. Очень классный камень. Да. Взяли маски с собой. Сейчас будем плавать. Фух, мы здесь. Мы прибыли. Да. Мы уже покупались на море. Вода очень классная, очень жарко сейчас. И дует такой классный ветер, вообще не чувствуется жары. Потому что вчера было просто пекло. Да. Довольно в тридцать шесть или в тридцать семь, я думаю. В общем, у нас с утра была йога. С восьми тридцати до одиннадцати. И то мы раньше ушли, потому что мы уже хотели кушать. Да. Вчера, кстати, вечером еще был мастер-класс по бред-дансу. Но мы решились пойти, потому что мы наблюдали за ребятами. Чем ты делишься с людьми? Что ты им рассказываешь? Я рассказываю им, что происходит по вечерам. Да. Какие разные занятия и всякое такое. Прикольно. Можно посмотреть, что у тебя в твоем айфоне? Сейчас я покажу, как у нас тут проходят вечера. Вот так мы собираемся на всеобщее вечернее собрание в Великобритании. А вот тут у нас доска информации. Идут много разных объявлений. И есть даже план на целую неделю, что когда будет. Такие практики. А вот это самый крутой модифик сыроедов, который мы вчера придумали на собрании сыроедов вечером. Сейчас вечером у нас проходит лекция по термокультуре. Рассказывают, как правильно выбирать себе участок, в какой зоне, с какой землей, как строить на нем экологически чистый дом и разводить свой огород. Очень полезная информация. Вот там идет практика цивы. Ангелина сейчас занимается. На мне она показалась какой-то не очень интересной. Поэтому я играю в показуху. Так, вот парень. Я не знаю, как его зовут, потому что мы до сих пор не угадали. Он сказал, что он стрелец. Ну, вернее, у него что-то связано со сказкой про стрельца. Да, но мы уже все имена перезвали и не знаем, как его зовут. Может, вы угадаете по его жесту? Там был крокодил, что ли? Ну, не знаю. В общем-то, что он уже десять дней не разговаривает. У него обед молчания. И он каким-то образом доехал автостопом сюда. И тут уже живет пять дней. Это все то, что пока выяснилось. Он сам в Саратово. Вот. И сегодня мы ходили искать ежевику. И нашли очень много. И поели, и все поцарапали все руки, потому что она очень колючая была. Вот. Ну, это очень прикольно на самом деле. Вот так это понимает человека, потому что люди привыкли общаться обычно. И когда ты так встречаешь кого-то, то вообще-то круто. Не знаю. И я ем в Ялту автостопом. Хорошо, что без больших рюкзаков. Да. Сейчас 8 утра? Да. Мы очень ровно встали сегодня. Шесть встали. А по украинскому времени это пять. Так что вообще супер. Вот. Сделали практику цигун. Вчера у нас вечером был тренинг по цигуну. Ци – это энергия. В переводе с китайского. Вот. На самом деле было очень интересное занятие, которое Аня опоздала на него и сказала, что неинтересно. Но потом я ей все рассказала, все объяснила. И вот сегодня мы с утра сделали небольшую практику. Ну, минут на десять чисто, чтобы вспомнить, потому что завтра у нас будет продолжение. Вот. Покушали фруктиков и будем ехать. Я надеюсь, что постов будет удачным и мы быстро доедем. Покушали фруктиков. Покушали фруктиков. Покушали фруктиков. Покушали фруктиков. Он быстро устает, становился грустным, алпатичным, унылым, депрессивным. У него усталость меняется гиперактивностью, расшатывается психика. Сейчас в нашем лагере проходит такая игра, которая называется «Тайный ангел». Позавчера все ребята собрались, мы записали наши имена и бросили их в тарелочку. И потом каждый вытягивал по именю. То есть никто не знает, чье имя он вытянул. И вот мой «Тайный ангел» вчера принес мне кукурузу, на которой было подписано пожелание, хорошего дня, счастья, очень здорово. А сегодня мы вернулись из Ялты, и я обнаружила, что возле нашей палатки на дереве висит ловец снов. А это очень приятно и так неожиданно. И вот здесь вот такая приятность – ловец снов. Очень здорово, приходишь и наблюдаешь такой сюрприз. У нас сегодня будет вечером пир на весь мир, и сейчас полным ходом идёт готовка. Вот все готовят. У нас будут спагетти с кабачком, потом шуба, да? Шуба. Шуба. И Ангельня тут морковку чистит. Это будет всё как морковка по-корейски. И этот весь мешок нужно перечистить. Весь мешок? Я думала, только тоже в ящике. Ты думала, вот этот? Весь мешок – 10 килограмм морковки. Капец, посмотрите, сколько это. Очень много. Это называется день пирдень. Через и. Каждый занят чем-то своим. Вот что, я надела свою парадную футболку. Единственная, которая была чистой. Такую тематическую. И все берут ложки и тарелки и идут кушать. И сейчас мы будем фоткаться. Вот как много нас собралось. Я не могу что-то у нас и у нас. Может быть туда? Что делать? Располнить? Что же собралось? Давай. Скажи привет в камеру. Кто-нибудь с киньцами. Я подниму свою тарелку. Я подниму сейчас. Это что-то сеть. Пожалуйста. Игорь, у нас вообще нет. Это просто. Небольшая микро. Не басыжь. Не басыжь. И еще мы можем раздать хвалу нашим хозяюшкам, которые просто на протяжении шести часов, не побоюсь этого слова, все это натирали, готовили, очень старались. Все это с любовью. Благодарность солнцу, благодарность земле за все, что есть у нас на столе. И есть у всех людей на земле живая еда на столе. Благодарность маме, благодарность отцу, благодарность роду Всевышнему. Благодарность нам и всем живым существам. Благодарность солнцу, благодарность воде за все, что есть у нас на столе. И есть у всех людей на земле живая еда на столе. Ням-ням-ням. Круто. Очень здорово. Теперь можно есть. Ура. Дайте нож, чтобы... Время пошло. И вот наш отдых подходит к концу. Мы спаковываем наши вещи. Палатку уже собрали. Мы уезжаем. Не хочется уезжать, на самом деле. Тут так классно было. Ребята, всем пока. Приятно познакомиться. Здесь супер атмосфера. До новых встреч. Всего хорошего. Да, вам также всего хорошего. Спасибо большое. Пока. От лагеря мы очень быстро добрались до Симферополя. Мы просто вышли с лагеря. Десять минут постояли на трассе. Никто не остановился. И потом я говорю. Ребята, надо всю энергетику плохую вот так вот с пальцев снять. И... Опа. Это на каком... На практике, на которой было? Это и на даотских практиках, и в Цибуне также. В общем, мы сняли плохую энергетику с наших пальчиков. Я вижу, едет Лада. Я такая. Все, это наш товарищ. Торможу. И он останавливается. И он нас от лагеря прям приводит в Симферополь, куда нам нужно было. Мы думали, что у нас будет там пересадки две. В итоге мы туда доехали. И вот сейчас в Симферополе. И все должно появиться намного проще. Вот. Уже скучаем за лагерем. Ну да. Хочется обратно. Мы безумно благодарны всем ребятам, организаторам и вообще всем, кто делился своим опытом, своими знаниями. Это было безумно круто. Я чувствовала себя, наверное, как дома. Было все-таки по-родному. Спасибо вам большое всем. Это правда было очень классно. Будем ждать следующего лета. И надеюсь, мы увидимся еще со всеми.